Тема следующей лекции – математические основы финансо-экономических расчетов при принятии финансово-кредитных решений. Цель данной темы – дать теоретические знания, методику определения процентов, наращенную и приведенную стоимость, а также развить практические навыки финансовых вычислений. Значит, осуществление любой финансово-кредитной операции, связанной с расчетом ее эффективности, планированием погашения, долгосрочной задолженности, изменением условий контракта. Для этого, по статистике, применяется такая система, как финансово-экономические расчеты. То есть, если по аббревиатуре, коротко Ф, финансово-экономические расчеты, то это своего рода финансовая математика. Она дает совокупность методов определения изменения стоимости денег, происходящих вследствие их возвратного движения. То есть, финансово-экономические расчеты позволяют оценить привлекательность вложения денег. То есть, основная категория данного расчета – это процент. То есть, она как причина изменения стоимости денег во времени. При этом, процент рассматривается не только как плата за использование заемными средствами, но и как показатель доходности любого вложения капитала. Причем, это вложение может и не состояться. То есть, проценты – это сумма, которую уплачивают за пользование денежными средствами. То есть, это абсолютная величина дохода или процентные деньги. Отношение процентных денег к величине капитала показывает процентную ставку. Обычно она измеряется в процентах. В зависимости от момента выплаты или начисления выплат, проценты подразделяются на обычные и авансовые. То есть, обычные проценты начисляются в конце периода относительно первоначальной величины средств. Значит, доход выплачивается в конце периода финансовой операции. На практике это проценты применяют в основном в страховой компании, в страховом деле. А авансовые проценты начисляются в начале периода относительно исходной величины денежной суммы. То есть, применяются при продаже товаров, кредит, международные расчеты, ну и, конечно, в операции при дисконтировании. При этом базовая расчета служит денежная сумма с процентами или сумма погашения долга. А начисленные таким образом проценты взимаются вперед и являются авансом. То есть, вышеназванным видом процентов соответствуют и два вида процентных ставок. Это обычное I и учетное D. Обычно мы ее в расчетах применяем как дисконтное D. То есть, практика уплаты процентов основывается на теории наращивания денежного капитала. То есть, по арифметической или геометрической прогрессии. Значит, арифметическая прогрессия соответствует простым процентам. То есть, обязательства начисляются только на первоначальную сумму, а геометрическая по сложным процентам. То есть, база для начисления постоянно меняется за счет присоединения ранее начисленных процентов. То есть, четкое представление о базовых понятиях финансовой математики необходимо для понимания всего последующего материала. То есть, для этого из таких понятий, как процентные деньги, то есть проценты, определение которых составляет сущность финансовых расчетов. То есть, проценты – это доход от предоставления капитала в долг в различных формах. То есть, это могут быть суды, кредиты, либо от инвестиций, то есть производственного или финансового характера. То есть, процентная ставка – это величина, которая характеризует интенсивность начисления процентов. И величина получаемого дохода, то есть процентов, определяется исходя из величины вкладываемого капитала. Срока, на который он предоставляется в долг или инвестируется, так, инвестируется размером и видом процентной ставки, то есть ставки доходности. Отсюда наращение, значит, наращение, наращение – это у нас рост первоначальной суммы долга. Это увеличение, увеличение за счет присоединения начисления процентного дохода и расчеты при начислении простых и сложных процентов. В данном случае, значит, мы используем такие понятия. То есть, в расчетах мы применяем первоначальную стоимость – PV, процентную ставку – I, количество периодов начислений, то есть за период мы всегда берем N, наращенная сумма – FV, и изменение любой из этих величин влечет за собой изменение всех остальных. Тогда по алифметической прогрессии наращенная сумма определяется по формуле FV равном PV, и, значит, сумма единицей плюс N, I, и эта формула используется в основном для финансовых операций. Значит, на практике финансовых расчетов в основном применяется такое понятие, как банковский год. Обычно продолжительность такого года берется за 360 дней, и в этом случае продолжительность, то есть квартал мы берем 90 дней и месяц 30 дней. То есть, в зависимости от этих сочетаний мы применяем и другие виды расчетов. То есть, это расчеты, которые начисляются, такой вид, как текущие проценты, да, то есть здесь приближенно начисляются в основном коммерческие проценты, да, то есть фактическим сроком операции. И при обслуживании текущих счетов в основном банки второго уровня сталкиваются с непрерывной цепью поступления, да, то есть и каждая сумма за какой-то отрезок времени должна быть постоянной, да, и для начисления процентов на такие постоянные суммы используются процентные числа, да, и разница, значит, это все показывает разницу между дебетовыми и кредитовыми оборотами, да, то есть они вычитывают такие обороты, что показывает сальдо процентов. И расчеты, например, как бы расчеты при начислении сложных процентов, то есть на практике большая часть данных расчетов производится по сложным процессам. В этом случае база для начисления, она постоянно меняется за счет присоединения начисленного дохода, да, то есть здесь как бы скидка. И присоединение начисленных процентов называется капитализацией, да, или реинвестированием. Соответственно, сложные проценты применяются как в среднесрочных, так и в долгосрочных финансовых операциях. Значит, сложные проценты применяются в том случае, если фактические проценты не инвестируются, а выплачиваются, при этом исходя из предположений о возможности реинвестирования дохода на прежние условия. И выражение, значит, единицы плюс i в степени n, он как раз-таки показывает, он называется коэффициентом наращения. То есть его значения для различных процентов ставок и периодов, они табулированы, да, то есть здесь показывается время, промежуток, на какое время, значит, выдают, рассчитываются вот эти проценты. Ну и далее хочу как бы показать, далее хочу рассказать, в практике финансовых расчетов также возникает необходимость в определении первоначальной суммы вложения, да, то есть для получения небольшой наращенной суммы. Такая операция называется дисконтирование, да, то есть она позволяет определить пиви, да, то есть пиви – это приведенная или как бы современная стоимость суммы FV. То есть отсюда можно сделать вывод, что дисконтирование позволяет решить следующие задачи. То есть первое – это привести стоимость денег к началу финансовой операции или к любому моменту времени. Второе – определить современную стоимость денег независимо от фактического совершения кредитной операции. То есть данный способ начисления дохода называется математическим дисконтированием. На практике этот вид дисконтирования применяется, то есть для определения объема инвестирования под определенные проценты, да, то есть здесь мы хотим как бы получить при расчете требуемую сумму и начисленные проценты, да, то есть, соответственно, удерживаемые авансом при выдаче суда. Но более широкое применение получило банковское дисконтирование, да, или коммерческий учет, то есть как… или учет по ставке ДИ, то есть вот как было сказано выше, учетная ставка, то есть банковский учет, он как бы показывает, то есть для владельца актива, то есть финансовый актив и его досрочная реализация. А для банка приобретение этого актива по цене ниже номинала. И, соответственно, скидка, значит, с номинала он показывает дискон, то есть планирование погашения задолженности, то есть по методам финансово-экономических расчетов здесь можно как бы применить планирование погашения задолженности, да, то есть полученный кредит может возвращаться единовременно платежом или в рассрочку, то есть здесь как бы все это указывается в договоре, да, то есть это первоначальная сумма задолженности, ставка процентов за кредит, выплаты процентов по займу, ну и ежегодные взносы, значит, фонные. То есть расходы должника по погашению долга обычно называют как бы срочной уплатой, да, таким образом для числа периодов начисления обычно используются формулы сложных процентов, ну а для как бы оставшихся части, как бы можно в расчетах использовать и простые проценты. В Казахстане у нас в настоящее время в основном распространены начисления процентов по полугодия, да, то есть и по квартальной, и ежемесячной, иногда интервалом начисления может являться и день, то есть такие как бы проценты начисляются с определенной периодичностью и они называются дискретными.